Ржавого цвета и с характерным химическим запахом. Горячая вода у жителей микрорайона Зелёный и Иркутска даже по виду не соответствует никаким нормативам. Как говорят люди, просто сходить в душ для них целая проблема. Для этого приходится целый вечер кипятить холодную и уже потом принимать водные процедуры. Валентина Книга, опекун четырёхлетнего мальчика, рассказывает, ухаживать за ребёнком в таких условиях очень тяжело. Я не рискнула, просто не рискнула искупать ребёнка вот в такой воде. Я знаю, что ночью у него начнутся большие, очень большие проблемы. Он не будет спать, он будет, у него начинается зуд по всему телу, начинается высыпание. Поэтому я не знаю, к кому мне обратиться. Две управляющие компании, которые работают на этой территории, отмечают, проверки качества воды уже проводили. И во многих домах она признана непригодной. Большая часть домов за некачественную услугу не платит. А вот в тех домах, где качество горячей воды признали хорошим, проведут дополнительные проверки уже на этой неделе. Я-то переживаю, что эта вода нанесёт какую-то угрозу всё равно для жителей. И официально от той же котельной, от Иркутской энергии, у нас нет никакой информации о дальнейших каких-то работах, о пригодности вообще безопасности по этой воде. Поэтому очень сложная ситуация. Кстати, минувшим летом на котельной, которая обслуживает микрорайон «Зелёный», прошла масштабная реконструкция. Там заменили четыре котла-агрегата, теплообменные аппараты, сетевые насосы. Поставили два новых бака-аккумулятора. Также заменили почти 12 километров сетей. В сентябре промыли сети, в том числе внутридомовые. Но жалобы от людей на качество воды остались. Сети промыли ещё два раза. Вода стала светлее, но всё-таки нормального качества пока не достигла. Во время проведения капитального ремонта система отключалась полностью, проводилось осушение труб. Ну и вот это вот налёты внутри труб, да, вот эти отложения многолетние высохли, начали откалываться, грубо говоря, так вот, ну, не техническим языком. Сейчас происходит вот, видимо, вымывание грязи из старых оставшихся незамененными трубопроводов. Уже завтра на месте проведут выездное совещание, где ещё раз обсудят, какие действия можно предпринять, чтобы качество воды стало лучше. Коммунальщики надеются, что промыв труб всё-таки приведёт к результату. Что касается старых сетей, которые остались после реконструкции, их заменят уже в следующем году. Работы начнутся, как только период обогрева домов подойдёт к концу. Виктория Малая, Сергей Иванов. Новости сейчас.